Воскресная служба Великого Поста Слышали, как Отец, приведший Сына Своего, и прося исцеления у Христа услышал от Бога вопрос «Веруешь ли ты?» И ответил «Верю, Господи, помоги моему неверию». Взаимоотношения человека с Богом требуют веры, потому что знания здесь недостаточно, во-первых, потому что это слишком обширная область для того, чтобы ум человеческий мог объять ее и сделать какие-то там точные выводы и обладать каким-то видением Бога, потому что Бога нельзя познать при его сути и до конца. И вот здесь приходит нам на помощь вера. Интересно то, что даже на церковь мы выбираем веры, то есть сердце наше находит ее, а ум просто обосновывает вывод, вывод сердца. Именно верой мы ищем друзей, не любом, а именно верой. Мы ищем близких людей, мы ищем Бога, в конце концов, веру, именно сердцем, именно верой. И разум отступает перед действием веры. Так же, как когда мы подходим к чаше, причащаться, наши глаза, наш разум говорит нам о том, что мы причащаемся зрительно хлеба и вина, но наша вера уверяет нас в том, что это плоти и кровь нашего Бога, и именно выводу веры мы доверяем. Так же, как мы видим перед собой нашу церковь, ну, гонимую, непризнанную, не пользующуюся каким-то большим вниманием в обществе. И вроде бы как наш разум говорит, что вот, ведь их больше, их там сотни тысяч, миллионы, а здесь единицы, и там десятки людей на службе. Но тем не менее наша вера говорит нам, что именно здесь Бог. И сознание наше, и разум наше склоняются и признают господство веры. Вот именно о такой вере спрашивал Бог того самого Отца, верой шли ты. И тот, прекрасно понимая недостаточность своей веры, так и сказал, «Верю, Господи, помоги моему неверию». Вот так же и нам, наверное, надо просить у Бога веры, которая поможет нашему неверию, которая укрепит нас, которая откроет видение нашему сердцу. Потому что мы в жизни своей всегда опираемся, особенно современный человек, опирается на видение своего сознания, своего ума. А нам надо так же просить от Бога видение сердечного, чтобы мы сердцем умели определять истину, умели определять Бога. И самое главное, чтобы мы воспринимали Бога не как где-то там сидящего на небе, а как действующего здесь и сейчас в конкретный момент времени. И чтобы мы почувствовали стремление быть содеятелями Богу, содеятелями в исполнении Его замысла. Бог и сейчас имеет замысел. И как я уже неоднократно говорил, Господь четко обозначил свой замысел. «Хочу всем спастись и разум истинно прийти». Вот это Его замысел. И мы должны быть не просто наблюдателями за текущей жизнью своей или общественной. Мы Бога должны воспринимать как действующего. Действующего. И мы должны воспринимать себя как личности, содействующие Богу. Если Господь хочет всем спастись и в разум истинный прийти, значит, мы должны делать две вещи. Первое – прийти сами в разум истинный. И второе – помочь людям войти в разум истинный. А где человек может обрести разум истинный? Только в церкви. Как и сказано в Евангелии, когда явившийся воскреший Господь открыл апостолам разум к пониманию Священного Писания. Ну, и к пониманию жизни вообще, это понятно. Поэтому, находясь в церкви, человек, получая от Бога, открытый разум, который может видеть истину и Бога, действующего в мире. Поэтому всем нам я желаю веры, разума истины. И самое главное – понимать, что мы должны содействовать Богу в исполнении Его смысла. Действовать. Именно действовать. Потому что вера, как бы она ни была великая, какой бы великой категорией она ни являлась, она без дел, мертва, есть. Опять же, как ясно сказано апостолам. Поэтому действие – вот то, чего хочет от нас Бог. Поэтому всем нам я желаю действие, именно действие в помощь Богу. Именно распространение этого действия как можно сильнее в себе самом и в окружающих людях. Действие и содействие. Всех вас я поздравляю с участием в программе.